Аллилуйя! Слава Богу! Мы вновь в Доме Божьем, и это прекрасно. И вот год уходит, и скоро откроется новая страница, и этот год уйдет в прошлое. И сегодня моя тема будет называться «Прошлое, настоящее и будущее». Прошлое, оно уходит, и вскоре придет будущее. И потому, дорогие друзья, мы сегодня об этом будем рассуждать. Я прошу вашего внимания, чтобы вы молили, чтобы мне передать все то, что Дух Божий вложил в меня, чтобы имя Божие было прославлено, и чтобы нам возрастать в познании Бога. И для начала давайте рассмотрим, в чьих руках это все находится. Прошлое, настоящее и будущее. В чьих руках? Ну и, конечно, я могу смело сказать, что не в человеческих руках. Нет и нет. Бог не дал такой власти для человека. Но все это держится в Божьих руках. Аллилуйя! И это меня радует. Потому что если отдать это все в руки Божьих, в руки человеков, то я не знаю, где бы я был. Но оно все держится в Божьих руках. И имя Ему Бог. И давайте посмотрим, какой же наш Бог. И в Бытие 21 глава, в 33 стихе говорится. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. Наш Бог, Он есть Вечный Бог. Аллилуйя! Он всегда существовал. Он есть. И Псалом 89, 3 стих, говорится такая истина о Боге. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог. Аллилуйя! Еще ничего не было, но был Бог. Слава Ему! И Он всем управляет. И Исайя 57 глава, 15 стих. Всем вам известны такие прекрасные слова. Бог говорит о себе. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий. Святой имя Его. И Он говорит, где Он живет, где Он обитает. Я живу на высоте и во святилище. Он живет на высоте. Он живет во святилище. И из этих мест Писания видно, что Вечность является одним из аспектов Божьей природы. Той сферы, где Он существует. Итак, дорогие друзья, послушайте дальше. Я даже зачитаю, потому что нелегко это все запомнить. Но оно разъяснит больше о Боге, о Его сфере. Где Он обитает. Вечность – сфера обитания Бога. Бога. Слово «вечность» многих смущает. Не так ли? Наш разум не может охватить такую величину, как вечность. И оно смущает порой. Они полагают, что вечность – это просто бесконечно длинный промежуток времени. Недоступный восприятию человеческого ума. Однако это неверно. Вечность – это не просто бесконечно удлиненное время. Вечность, по сути, отличается от времени. Вечность является совершенно иной сферой. Иным способом бытия. И дальше. Как я суммирую это все. Послушайте. Вечность – это образ жизни Бога. Это сфера, где живет Бог. Аллилуйя. Это Его сфера. Это нам не вкладывается в наш разум. Но Он именно там обитает. Время Он сам сотворил. Мы живем во времени. Но вечность – это Его сфера обитания. И, дорогие друзья, в Исходе, в 3 главе, с 13 по 14 стих, мы читаем о том, как Моисея спросил Бога, с каким именем он желает открыть себя израильскому народу. И Бог так ответил Моисею. И смотрите, как Он ответил, как Он представил себя. Представил себя. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. Еще можно сказать, Иегова, Яхве. Я сказал, так скажи сынам Израилевым. Сущий послал меня к вам. Бог называет Моисею две формы Своего имени – сущий. И еще Я есмь. Я всегда был. Я никуда не убывал. Я есмь. Он всегда есмь. Он всегда в настоящем. Он все объемлет. Все в Его руках. И такому Богу ты и я служим. Халлалюйя. Который над всем. Он всем управляет. Он есть вечный Бог. Это говорит о вечной и неизменной природе Бога. Бог всегда Я есть. На Него не влияет течение времени, которое является всего лишь частью Его собственного творения. И для Бога прошлое, настоящее и будущее навсегда соединены в вечном настоящем. И Исайя 46 глава 10 стих говорит такие слова. Говорится такие слова 10 стих. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделать. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Это Бог. Это наш Бог, Которого мы служим. И когда мы идем в Новый Завет, Новый Завет тоже открывает Бога. И смотрите в Откровениях, что написано. 1 глава 8 стих. Я из Альфа и Омега, Начало и Конец, Говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель. И всем нам известно, что Альфа это первая буква в алфавите, греческого алфавита, а Омега последняя. И потому так весь алфавит времени от самого начала до конца находится в природе самого Бога. Он всем этим управляет. И Он завершит по Его воле. Все это соделается. И второе имя Бога, Вседержитель, соответствует еврейскому Эль-Шадай. И в Бытие 17 глава 1 стих говорит так. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму, и сказал ему, Я Бог всемогущий, ходи предо Мною, и будь непорочен. И дальше открывается тому Богу, Которого мы слушаем, имя всемогущий. Всемогущий. И корень формы, это еще имя называется Эль-Шадай. И корень формы Эль-Шадай означает Бог, Который объемлет все, то есть всеобъемлющий Бог, в котором суммирано все творение от начала до конца. И так же это все подтверждает и Новый Завет. Смотрите, что апостол Павел говорит, ибо все из Него им и к Нему. Он над всем. Верят люди в это, не верят, Он остается верный, и все по Его воле будет совершаться и придет к своему финишу. Дорогие друзья, еще, что мне очень нравится, когда я читал Иакова, в первой главе говорится, какой наш Бог. И послушайте, что здесь говорится. Это первая глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Святого, у Которого нет изменения и не тени перемены». У Бога нету теней, у Бога нету перемен. Он стабильный Бог. И все то, что доброе, которое ты получаешь в своей жизни, это Бог. За этим все стоит Бог. Он добрый Бог. Он над всем. И Он ведет тебя и меня. Слава Ему! Дорогие друзья, и впереди каждого из нас тот момент, когда времени больше не будет. Времени больше не будет. Тот момент, когда для каждого из нас завершится течение времени. И мы вступим в вечность. Халлелуйя! Я не знаю, как вы, но это меня радует, что скоро, скажем, мы этой земле прощаем. И свершится умиг переселения. Халлелуйя! И придет вечность. И мы будем зреть славу нашего Бога. Халлелуйя! Это меня радует. Я думаю, всех святых должно радовать, что скоро придет тот час, когда мы будем у Его ног и созерцать Его славу, Его величие. И войдем в эту сферу. И эта сфера называется вечностью. И мы немножко порассуждали о том, какой наш Бог. И сейчас давайте поговорим о том, об этих сферах, о прошлом, настоящем и будущем. Как нам справляться все со всем этим? Как нам справляться? И в основании я хочу поставить стих Писания филиппийцам. Третья глава. Тринадцатый, четырнадцатый стих. Очень прекрасное, сильное Писание. Слово Божие. Смотрите, что говорит. Апостол Павел говорит. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед. И дальше. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И это прекрасно, когда у тебя есть цель, когда ты знаешь, куда ты движешься и к чему ты придешь. Потому что, если ты живешь без цели, это неправильно. Если ты живешь без цели, ты никуда не придешь. Но когда у тебя есть цель, и эта цель неба, и эта цель вечность, это прекрасно. И апостол Павел говорит, что я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее. И что такое заднее? Это прошлое, забывая. Невозможно жить. Дорогие братья, сестры, невозможно жить прошлым. А иногда так получается в нашей жизни, очень в христианстве. Они говорят, о, как Бог нас благословлял, о, какие молитвы были, о, как Бог действовал. И это слава Богу. Это так и было. Но если ты только живешь прошлым, ну что из этого? Это было хорошо, это было прекрасно. Но оно в прошлом, в прошлом. Начинай жить настоящим. Стремнись к цели, достигни того состояния, чтобы и в настоящем Бог двигался с тобою. Чтобы ты начинал жить победою. Чтобы ты жил в победе Божьей. Этого Бог желает. Не живи прошлым, прошлым благословениями, но ищи лица Божьего. И если ты слышишь, что только человек говорит о прошлом, о прошлом, у него никаких нет целей, направлений. Такой человек не может быть успешным. Тот человек, у которого есть цели, назначения. Тот, который живет этим, когда мы встречаемся с ним, он говорит, я хочу делать это, 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 и это мне нужно сделать. И Бог, помоги мне в этом. Это прекрасно. Но когда только прошлое, о Бог благословлял, о как было хорошо. И все на этом. Это печально. Начни жить настоящим. И у Бога есть все новое для твоей и моей жизни. И нужно жить настоящим и будущим. И праведный верою жив будет. А вера это здесь и сейчас. Это в нашем сердце. Истина библейская вера дает верующему возможность уже сейчас уверенно переживать вечность, которая внутри Него. Ты уже сейчас находишься в Божьем Царстве. А Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Ты можешь уже сейчас переживать в своей жизни это благословение. И не забыв прошлое, ты не можешь по-настоящему жить в настоящем. Бог ожидает от тебя и меня, чтобы ты сегодня продолжал верить, продолжал доверяться Богу всем своим естествам, чтобы ты на Его груди находил покой, умиротворение. этого Бог желает от тебя, чтобы сегодня ты приносил Ему плод, возрастал в познании Его воли. Бог хочет, чтобы ты простирался вперед. И в Писании очень много мы видим, наблюдаем, что Бог заостряет наше внимание. Когда мы читаем Новый Завет, Бог говорит, не оглядывайся, не оглядывайся назад. И мы знаем, Слово Божие говорит, что Он, заостряя внимание, говорит, вспоминайте жену Лотову. Что она сделала? Она оглянулась. Она не могла распрощаться с прошлым. Ее туда манило. И я читаю этот стих Писания. Ангел Божий пришел и взял этих всех людей и начал выводить их с этого города. Потому что должно прийти осуждение. Когда же, это Бытие, 19 глава, 17 стих, когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Вот наше направление, что тебе и мне надо сегодня. Спасайся на гору. И сегодня брат Леонид говорил, что Господь, эта крепкая башня, убегает туда праведник, и он находится в безопасности. Аллилуйя. Бог говорит, вспоминайте жену Лотову, не оглядывайся, не оглядывайся, но простирайся вперед. Она оглянулась и стала этим соляным столбом. Бог хочет, чтобы ничего, ничего не прилиплялось к тебе это временное проходящее, чтобы ты жил вечным, чтобы твои цели были направлены к Нему. Бог не хочет, чтобы этому проходящему, временному, ты сильно много уделял внимания. И 1 Коринфянам 7 глава 29-31 стих говорится так, «Я вам сказываю, братья, время уже коротко». Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующие, и покупающие, как не покупающие, продающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующие, «Ибо проходит образ мира сего». Бог заостряет наше внимание, чтобы наши взоры были направлены на Него. И сам Иисус говорит так, смотрите, что в Луки 9 глава 62 стих говорится, «Но Иисус сказал Ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего». Никто, кто постоянно смотрит в мир, «А как там в мире? А как они там живут? А я так хочу!» Бог говорит, «Кто оглядывается, тот человек неблагонадежен, ты должен свой взор направлять туда, к небу. И Он благословит тебя и меня. Этого желает сегодня Бог. Не оглядывайся. Возложившие руки на плуг, иди вперед, и Бог благословит тебя». Дорогие друзья, многие люди не могут забыть прошлое. Они живут с этим. Они живут с этим. Я вам скажу, когда нужно возвращаться в прошлое? Когда вы с кем-то не в мире? Когда вы не примирились? Найдите такую возможность. Подойдите, примиритесь, и Бог освободит вас, и вы сможете иметь дерзновение пред Богом. Тогда нужно возвращаться, если что-то не в порядке. А в дальнейшем нам нужно простираться вперед. Иногда люди не могут простить себя. Что-то произошло в жизни, сделан какой-то грех, и человек настолько винит себя. Бог говорит, я прощаю тебя, ибо нет такого греха, который бы я не мог простить. А человек говорит, я не могу себя простить. И он живет с этим. И он тот, как это птица с перебитым крылом, у него нету дерзновения, он бы хотел бы взлететь. но крыло перебитое. И Бог говорит тебе и ко мне, если я прощаю, то кто ты такой, что ты не можешь простить себе, что ты не можешь простить своему другу, брату. Скажи сердечное прости, и простирайся вперед. Потому что, если этого ты не сделаешь, можешь прийти к престолу. И Бог скажет тебе, я никогда не знал тебя. Примирись, примирись и войди в Новый год со свободой. Этого Бог желает. И тогда ты сможешь расправить свои крылья. И тогда ты сможешь молиться. И твоя молитва будет услышана, когда эта преграда уходит. непрощение, горечь, злоба. Если это ты все оставишь, придет от Бога мир и прощение. Слава нашему Богу. И дорогие друзья, 1 Иоанна 1 глава 9 стих говорится, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, что простит нам, если исповедуй, исповедуй всякий грех и ходи в свободе. И Бог говорит, что Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцеляться крушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Бог и сегодня Он может освобождать. И даже на этом собрании ты можешь уйти свободным и легко вздохнуть. Потому что, когда грех в сердце, тогда тяжело, тяжело с этим всем ходить. Но когда Божье прощение приходит, человеку становится легко и свободно. Потому да, благословить тебя и меня, чтобы нам двигаться только вперед. Итак, мы должны попрощаться с прошлым и сказать здравствуй настоящему и будущему. Это то, в чем мы будем жить. Настоящее приходит. И ты должен с этим всем справляться. И смотрите, что Писание говорит, какие мы были в прошлом. А если ты сегодня таков, то есть у тебя возможность исправиться. Смотрите, какие мы были. Смотрите, что пишет. 1 Коринфянам, 6 глава, 9 по 11 стих. Или не знаете, что неправедные царства Божьи не наследуют, не обманывайте, не блудники, не идолослужители, не прелюбодеи, не малаки, не мужелошники, не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники. Царство Божье что написано? Не наследует. И дальше мне нравится этот стих. И такими были некоторые из вас. Это прошлое. Но что сделал Бог? Он говорит так. Но мылись, но освятились, но оправдались, аллилуйя, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот наше положение сегодня в настоящем. Но мылись, но освятились, но оправдались своими силами. Нет. И именем Господа нашего Иисуса Христа, который принес себя в жертву, который пролил свою кровь, аллилуйя. И теперь ты должен ходить в этой свободе и жить настоящим. Итак, второе Коринфянам. Какие мы перед Богом? 5 глава 17 стих. Итак, кто во Христе? Ты во Христе? Если ты во Христе, посмотрите, что Писание говорит, тот новая тварь, древнее прошло, аллилуйя, а теперь все новое, слава Богу. и если ты являешься новым творением, то древнее должно пройти, прошлое то, оно пройдет. Бог очищает. Аллилуйя. Это меня радует. И смотрите, что Бог говорит, что Он делает с этим новым творением, что Он сделает с человеком. Смотрите, что Бог говорит, Иезекииля, 36 глава, 26 стих. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вот что делает Бог, когда ты рождаешься свыше, приходят эти изменения, сердце меняется, желание меняется, и это все дает, когда ты рождаешься от Бога, от Слова Божьего. И дорогие друзья, Слово Божье говорит, что мы новый вид. И смотрите, что такое быть христианином? Быть христианином это представлять новый вид. Раса Эммануила, что значит с нами Бог. Аллилуйя. Кто против тебя восстанет, если с тобою Бог, Аллилуйя. Он это раса Эммануила, то есть с нами Бог. Вы радикально отличаетесь от любого другого вида, как рыба отличается от птицы. У вас другая природа, у вас другие повадки, у вас другая философия. Аминь. И такими мы должны быть. И как мы должны жить. Дорогие друзья, 1 глава 19 стих говорится в Иакова, что мы должны быть медленными на слова, медленными на гнев и скорыми на слышание. Вот что хочет от тебя Бог и меня. Что это за новый вид? Что это за такой новый вид? Новое создание, которое внутри тебя и меня, у которого появилось противостояние? И какое противостояние появилось? Если раньше ты жил в миру, если раньше то, что ты делал, ты этим хвалился. Ты говоришь, вот посмотри, какой я крутой, что все это я имею, я там наворовал, я там так сделал, я там это сделал, и ты этим хвалился. А когда новое творение, когда новая жизнь вошла, ты хочешь освободиться от этого всего хлама, аминь, ты хочешь распрощаться с грехом, ты не хочешь больше дружить с грехом, почему? Потому, что новая природа внутри тебя, тебя тянет вверх, к высшему, божественному, вот что происходит, когда ты рождаешься свыше, и потому идет противостояние, и если есть противостояние, если есть борьба, значит ты родился свыше, аллилуйя, потому, что если ничего не происходит, каким был, таким остался, бойся этого, но когда ты начинаешь бороться, когда ты начинаешь сражаться, ты говоришь, я не хочу с этим жить, это прекрасно, Бог поможет тебе, Бог скажет, Дух Святой скажет, продолжай в этом направлении, избавляйся, поднимайся, переходи на новый уровень, от веры в веру, от силы в силу, Бог сегодня хочет этого от нас, и мы должны стремиться к зрелости, к зрелым и христианам становиться, и фактически знак зрелости это баланс, вы согласны с этим, и смотрите, что я сейчас даже прочитаю, вы даже может будете улыбаться, фактически знак зрелости это баланс, не уходить ни в одну из крайностей, не настолько духовен, что уже не приходит для земли, иногда люди так заходят далеко, насколько духовно, не знаешь, как ему подойти, как с ним поздороваться, настолько он духовный, что уже не приходим на земли, но Писание говорит, что мы должны заботиться о своих ближних, о своей семье, а он порой только знает, что имеющие жен должны быть как не имеющие и тому подобное, но не читая это местописание, что должны заботиться, и другое дальше, что настолько духовен, что уже не пригоден для земли, и другое состояние человека очень тоже печально, настолько плотское, что уже потерял всякую духовность, потерял все, растерял, уже его не интересует ничего духовное, и мы должны научиться жить в этих мирах, сбалансированная личность, не отвергающая обоих сущностей, не отвергающая сверхъестественного и реальность естественного, новый вид, способность функционировать в обоих сферах, в миру, но не от мира сего, вот что Бог хочет, Бог не сказал, когда Иисус молился за всех нас, Он не говорил, что надо нас убрать с этой земли, с этой планеты, потому что здесь много греха, Бог молился, что сохрани их, так говорит Слово Божье, мы должны жить в мире, но не быть как этот мир, не любить то, что мир любит, ты должен кушать с неверующими, ты должен работать с ними, но говори им о Боге, возвещай, это наше предназначение, дорогие друзья, вы должны быть в нем, вы еще не вознеслись, вам нужно функционировать здесь, и он даже один брат сказал так, говорит, дорогие друзья, братья, сестры, послушайте меня, отсюда выходят ножками, у нас еще нету крыльев, нету крыльев, как все, рейдутся, пусть Бог благословит всех нам, и дальше, что мы читаем, Матфея, 9 глава, 17 стих, говорится, такое местописание, это также прообраз Духа Святого, вино прообраз Духа Святого, говорится так, не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое, и написано, что Бог не может новое вино влить в старые мехи, потому что они прорвутся, и разрушат этот сосуд, и кого, каково было предназначение этих мехов, туда нужно было наливать и выливать, раздавать, оно находилось при тебе всегда, дорогие друзья, всегда при тебе, ты должен наливать и отдавать, и как есть один брат говорил такого выражения, что лишь то, кто будет отдавать, Дух Божий будет наполнять, и может быть вы стали старым мехом, когда-то вы были наполнены, но это уже было давно, когда-то вы были наполнены, но это было давно, и Бог предлагает, чтобы ты очистился, чтобы ты призвал крови Иисуса, и это возможно, чтобы эти старые мехи, чтобы эти старые мехи опять были пригодны, но надо производить эту работу, опускать воду, начинать тереть, начинать работать, размягчить, и если вы позволите Духу Святому, то Он это сделает, и вы снова станете пригодным мехом для употребения, и откровение 21 глава 7 стих, побеждающий наследует все, и буду Ему Богом, и Он будет мне сыном, и дорогие друзья, что Слово Божие говорит, не то, кто побеждал, но кто продолжает побеждать сейчас, это нам нужно, и 1 Иоанна 5 глава 4 стих, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша, и вывод из сказанного, что же нам делать, и вся нам 4 глава с 22 по 24 стих говорится так, послушайте внимательно, может быть заучите наизусть это местописание, отражить прежний образ жизни, отложить, ветхого человека, и сливающего обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости и истины, вот, что нам нужно, и как же нам относиться к будущему, я знаю, что очень многих людей будущее пугает, потому что они не знают, что будет, но когда ты в руках Божьих, ты не должен бояться это, потому что 2 Тимофея, 1 глава, 17 стих, ибо дал нам Бог духа не поезди, но силы и любви и целомудрия, вот, что Бог дал нам, и что же нам надо, с верой и надеждой и любовью будем ждать избавления, и Римлянам 8 глава 24-25 стих, ибо мы спасены в надежде, надежде, надежда же когда видеть не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться, но когда надеемся, того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении, и Божье слово говорит евреям, 11 глава 35-39 стиха, итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божию получить обещанное, ибо еще немного, и очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет, а если кто поковлеблется, не благоволит тому душа моя, мы же не искалебнущихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души, да благословит нас Господь, и когда мы рассматриваем, как же первые христиане жили такой победоносной жизни, и мы замечаем из всего этого, когда читаем Библию, а у них было такое желание, они уже сегодня ожидали Иисуса Христа, они сегодня уже ожидали, что царь царей должен вернуться, и когда ты находишься в ожидании, то естественно, ты будешь приводить свою жизнь в порядок, так или нет, если мы кого-то ожидаем, мы наводим порядок, и смотрите, что говорит Евреям 11, глава 16, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил город, и к чему твое и мое стремление, к вечному или земному, и мы знаем, что видимое временно, а невидимое вечно, куда направлен твой взгляд, куда твои очи направлены сегодня, на видимое или на невидимое, Авраам, он, его очи были направлены, он ожидал города, которым строителем, художником является сам Иисус, Моисей, он взирал на невидимого, и оставался тверд, апостол Павел говорит, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, пусть сегодня Бог поможет нам уповать на Бога, всем сердцем, всею душою, положиться на Него, и уже у нас время заканчивается, я читаю последний стих, Псалом 36, 37 стих, наблюдая за непорочным, и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, и последнее место, очень мне нравится, дорогие братья, сестры, если ты ходишь с Богом, если ты ходишь с Ним, то я вот читаю, что будет с тобою, смотрите, филиппийцам 1 глава 6 стих, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, Аллилуйя, Бог поможет тебе пройти это все время, а теперь давайте мы склонимся и поблагодарим Бога за это собрание, аминь.